Йоу-йоу-йоу-йоу! Всем привет, ребятушки, милые купатушки! У нас сегодня коллаборация, сходка, да, вот с такими вот замечательными, офигенными, балдежными чуваками в парке 850-летия Москвы, это Москва, метро Марина. И я, московский обжора, Серега Резников, рад вас всех приветствовать на наших каналах. Саша, это стример, да? Всем привет, ребята, да, мини-фиги, хай! Профессиональный стример, вот я сегодня с ним увиделся, это вообще... Да, наконец-то! Да, давайте я руку пожму, вот, руку, мужскую, горячая рука, сильная рука. И это, вот, Николай, да? Всем привет, ребят! Да, вот. Можно тоже за руку? Конечно. У Николая немножко рука попрохладнее. Вот. Ну, мы сейчас что будем делать? Дегустировать из вкусной точки, это бывший Макдональдс, называется сейчас нынче вкусная точка. Да, у меня двойной чизбургер. Двойной чизбургер. Мой любимый соус, тысяча островов. Соус. И картошка деревенская. Картошка по-деревенски. Да, самая вкусная картошка. Намного вкуснее, чем картошка фри. Да, согласен. И наешься, и вообще обалдешь. И вот мне купили двойной грант. Обалдеть, двойной грант, ребята. Так что, хейтеры, завидуйте, молча. Смотрите, какая вкусняшка. Блин, у меня уже слюни текут, двойной грант. А здесь это, Саш, что тут это? Сырные палочки. Сырные палочки. Вот такие вот, смотрите, ребята. Я вижу, они в таком вот нежном кляре. Такие панировочные сухарики там. Это вот вишневый пирожочек. Вот такой вот. Еще горяченький, кстати. И картошечка фри, собственно говоря. И соус там. Вот такой вот. Тысяча островов тоже взял. Тысяча островов, да, Хайнс. Ну все, в принципе, да. Да, можно приступать, наверное. Можно приступать. Кто начнет? Давай ты начнешь. Давай я начну. Так, с двойного гранта. У меня ассистента нету. Приходится делать все одной рукой, к сожалению. Я могу подержать. А, дашь так, да. Ой, если можно, вообще будет супер, да. Ну только у меня, это, я не вижу экран. Немножко выше. Вот так, да. Блин, это вообще такая вкусняшка. Здесь действительно двойная такая котлетина. Вот такой я впервые пробую. Ни разу не пробовал. Ммм, сочный. Вкусно. Куда вы столько, ребята, накупили мне? Я их столько не съем. Встречаемся в первый раз. Да. Надо. Что-нибудь вкусненькое. И на месте еще не раскрытимся, да? Да. Балдет, вкусно. Мотор будет? Давай, тогда сделаем. Можно совместный мотор. Я буду где-нибудь сзади, потому что я не профессиональный мотор. Если можно, да, позаимствовать. Да, если получится она. По-моему, вот такой вот двойной чизбургер я себе взял. Мне нравится такой. Он небольшой, а сильно есть не хочу просто. Я тоже сильно есть не хочу. А он, у тебя, не суховат? Ну, он такой средненький. Ну, вот с KFC суховатый был. Там с KFC такие бургеры, они в основном сухие. А вот этот вот нормальный. Мне больше нравится в Макдональдсе куриные, ой, говяжьие, чем куриные. Куриные что-то мне не особо заходят. Это очень вкусная вещь, но что-то для меня немножко как бы суховато. А если что, минералочку взяли. Да, я это возьму, ладно? Да, да. Кушайте все, все, что есть. Мне надо было на голодный желудок приходить. Ты покушал что-то? А я еще дома яичницу поел. Три яйца съел и чашку кофе выпал. Не думал, что меня ждет такой обед. Ну, ничего страшного, можешь с собой, если что, взять. Вот, я дошел до соуса. Тут огурчики маринованные. Агук, сыр, салат, ферчу. Очень вкусно. Ну, очень сытный, реально вообще. Он сытный, да. Объешься. А биг-тест еще сытнее, я поэтому биг-тест не стал брать. Но объелись бы очень сильно. Тут еще и сырные палочки, и картошка. Ну, прям это. Ешь не хочу, да? А я тоже ничего не ел. Я в этом спаре взял себя тортилью с курицей и перекусил с утра. И все. А то, Саша, тебя не видно. Ну, ничего страшного. Мы решили снимать на улице. Погода, в принципе, хорошая, но только вот это. Дождь, мне кажется, начнется скоро. Дождик уже начинает моросить. Такой ветер поднялся. Ну, просто доел. Но у меня небольшой. Картошка вот еще у меня здесь. Ага. Соус. Так, я перехожу к картошке. Ой, тут так всего много. Обалдеть. Ой, ешь не хочу, блин. Я сто лет столько не ел. Ешь и точка. Да, хоть и обжором, но это, блин, больше нароброс мой, нежели чем. Моя повседневная жизнь. Ой, картошка вообще балдежная. Картошка вкусная. Да. Саша, у тебя руки свободные, можешь мне открыть? Да. Открой, пожалуйста. А я вот, я не ел. А, тогда можно, да? Да. Мне надо так. Во. Вот такой соус. Это вроде как кетчуп совместно с майонезом и что-то еще добавили. Вкусный, но он не острый. Он не острый у меня. Вкусный. У них правда так дорого, стоят они по 40 рублей. По 40 рублей. Раньше 20 чем-то стоили. Даже так. У них там акции. Можно 2 взять дешевле, чем по отдельности. Если совместно брать. Там вроде бы за 2,60 что ли. Вместо 80. Очень вкусно. Ну что я могу еще сказать? Спасибо тебе, Саш. Огромное. Да не за что. И тебе, Николай, спасибо. Давно хотели встретиться, наконец-то. Да. Он еще, видите, сумки стоят. Но это чуть позже мы вам их покажем. Обзор покупки из магазина Спар. Из магазина Спар, да. Престижные, кстати. Будет интересно. Поэтому. Там еще сырные палочки. Там еще сырные палочки. Блин. Может, ты не дольешь, возьмешь домой. Конечно, я. Там еще куча продуктов, правда, вкусных. Леня Голубкова. Короче, я всего по немножко попробую. Потому что из столько сейчас я съесть. Как Леня Голубков поживает? Нормально. Нормально. Но уже такой менее активный стал. Ну, он пожилой уже, старенький. С 2008 года живет. Офигеть. Да. Вот такие сырные палочки. Вот. Саш, это не хочешь попробовать? Не, не буду. Они, наверное, немного подостыли. Но можно тоже с соусом попробовать. Как лучше будет. Да, обалденные. Они, кстати, такие хрустящие в панировке. Там какая-нибудь моцарелла, наверное, внутри. Да. С сыром. И сыра очень много. Очень вкусные. Очень вкусно. У меня вот даже достаточно было одного гранда съесть двойного. Он сытный. Я бы уже был бы сытный. Там две котлеты. Руслан Багетельмонар, это все бы за раз, блин. Съел бы. Он бы все бургеры съел бы. За раз, да. Да, вкусно. Очень вкусно. Они хрустят. Все баллеж. Так. Ветерок уже такой. Прохладненько становится. Вчера хороший погод был в Москве. Да. И давай я попробую этот пирожок. Есть? Откроешь, пожалуйста? Давай, да, конечно. Вишневый пирожок. Там был с самородиной. Да, я захотел за вишневый. А этот с вишней. Вот такой. Но он такой крошится прям. Ты его пробовал прямо? Пробовал. Но мне нравятся двойные пирожки. Он горячий. Внутри там, чтобы две начинки было. Там вишня прям чувствуется. Осторожно. Он прям сочный очень. Там еще салфетки есть. Очень вкусный. Действительно, вишни не пожалели. Тут даже написано, осторожно, горячо. Это вот сколько мы шли, наверное. Все равно горячий, да? Уже, наверное, полчаса прошло. Да, минут 30 шли. И он до сих пор такой довольно-таки сильно теплый такой. А вот так вот, если откроешь, то сразу откусишь, что можно это обжечься. Да, я обжигался. Меня привозили, помню, домой. Там минут 20 на курьер ехал. Я прям обжегся. Очень вкусно. Вишни очень много. Он такой хрустящий, корочка тоненькая. Не притерный. Я вообще люблю это вишневое варенье. Обожаю просто. Вишневое варенье вкусно. А если домашнее еще, то... У меня вот мама делает варенье всякие. На зиму тоже. Сама. Хорошо, пирожок пошел. Он такой сочный. Погода вообще жесть, да? Сентябрь, да? Сентябрь. По ощущениям, как будто даже не октябрь, а... Конец октября, да? Или ноября. Начало ноября, либо конец октября. В том году было потеплее. Помню. Бывают и люди купаются еще в сентябре. Угу. Хотя, если зимой купаются... А лето как в Москве было? Жаркое? Да, в этом году жаркое было лето. И что самое интересное... Не грозовое, а не грозное. Ммм. Мало дождей было, да? Да. И гроз практически. Там, я не знаю, несколько раз было. Ммм. Пирожок я весь съел. По пятибалльной шкале поставлю пятерку. Обалденная вещь. Сколько там осталось у нас времени? О, 12 минут. Нормально. Так. Ну, что осталось вам показать? В принципе, с вкусной точки мы все показали им, да? Да, я думаю, да. Да. Наелись? Да. Нам осталось видео записать вот на эти сумки, да? Да, у нас еще там много продуктов разных. Тоже надо показать ребятам. Саша, подержи, пожалуйста. Да. Вот так? А, да, сейчас. А, да, сейчас. Там салфетки, если что, должны быть. Угу. Я вот тоже наелся. Прям не хватило. Спасибо, Николай, за эту встречу. А, кстати, кто эту встречу организовал, если не секрет? Подписчики или кто? Кто был инициатором этой встречи? Да я уже давно хотел. Даже ты хотел, давно. Да, я хотел уже встретиться. Но я не думал, что мы встретимся. Вот, если так взять, да. Ну, да, да. Думал, может быть, это какой-то степ, там, шутка. Да не. Прошу прощения, ребята. Ничего страшного. Макдональдс и это. А кроме минералей газированные. Да, я не знаю. Я бы еще на голову были, но сейчас. Да ладно, полон уже. Да. Вместе организовали и совместными усилиями. Ребята мне помогли собрать на поездку тоже в Москву. Вот, мы собирали. Чтобы как бы и со мной уйти, и друга своего. Да, и Поле мне. Навести, да? Поле помогал, да. Батя. Так что хорошо иметь. Совместными усилиями. Друзей хорошо иметь, друзей. А я вот, кстати, со слов Руслана Гетельмана являюсь их частичкой в Москве. Ихня. Семья. Частичка семьи. Ихня частичка семьи в Москве, короче. Как он меня официально признал. Ну, а потом там против меня начали от моего имени, батя Донатик Гетельмана. Типа там, ну такой напиздили. Вот. Я знаю, знаю. Он как напьется, начинает там бред всякий нести там против меня. А сейчас уже вроде как стало, типа, за меня уже, типа, он. А мы это, изюм вкусный купили, кстати. Изюм? Да. Достаточно неплохой изюм. Престижный тоже. Хорошо, что встретились. Да. Мир тесен, как говорят. Да. Интернет причем. Очень удобно. Удобно, да. Созвонились, приехали, куда надо. С адвесом назначены в нужный день, в нужное время. И вот. Как и просили ребята. Да. Ну, что, в принципе, на этой ноте можно уже, наверное, заканчивать, да? Да. Да, первую часть, наверное, можно заканчивать. Да, это будет первая часть. Еще у нас будет там несколько частей. Да. Да. Поэтому, все, ребята, всем спасибо. Спасибо тебе, Саша, огромное. Спасибо. Вот, я не знаю, как вот, блядь. Спасибо, накормил, блин, я не знаю. Спасибо. Тебе спасибо. Здоровья тебе желаю. Тебе тоже. Карьерного роста. Спасибо, взаимно. Поменьше срейтеров. Побольше подписчиков, побольше этих вот адекватных там, не знаю, пацанов. Да. Да, и поменьше срейтеров. Поменьше срейтеров. Ну, срейтера они, как правило, пусть это черный пиат, но они тоже за счет них мы как бы продвигаемся, да? Да. Вот. Ну, все. А Николай можешь тоже, как бы сказать. Всем спасибо, всем привет. И пока. Спасибо, Сергей. Приступаем ко второй части видео. Да, все. До свидания, ребята. Мне все понравилось, вообще отличные ребята, вообще. Спасибо, ребята. Спасибо.